Привет! Меня зовут Ваня Рассел и это рубрика «Голый голос». В этой рубрике я отделяю голос исполнителей с микрофона от аранжировки. Примерно это выглядит так. Ну что, приятного просмотра и берегите свои уши. Привет! Меня зовут Ваня Рассел и это рубрика «Голый голос», где я отделяю голос исполнителя от аранжировки. Короче, остается один голос с микрофона и мы слушаем, как исполнитель поет по-настоящему. И сегодня вы меня просили... Было очень сложно сделать это, но сегодня у нас, ребята, кто? Кто? Да, это Мелвин с песней «Under the ladder». Сложно, конечно. Очень долго отделяю, потому что ноутбук с вирусами, короче, перегревается, через 10 минут выключается. Ну, все-таки для вас я все это сделал и я думаю, что вам понравится. Если вы оцените мой небольшой труд лайком, комментарием, ну, может быть, кто-то репостом, мне будет очень приятно. Кто не видел мои предыдущие отделения голосов «Голый голос», заходите на мой канал, там все есть. И там у меня будет плейлист отдельный, послушайте Юлечку Самойлову обязательно послушайте и других. Так что, сейчас я вам включу сначала просто, как я отделил голос студийной версии, капельный. Просто давайте насладимся его прекрасным вокалом. Как-никак у него... Я бы сказал, что у него хорошее произношение английское. Я не знаю, чего на него так нападали тогда, когда говорили, что он плохо разговаривает, плохо поет. Нормально там все поет. Я хочу, чтобы сейчас для начала... А, так давайте для начала вспомним вообще, что это за песня. Давайте вспомним песню. Сейчас я вам включу немножко капельной версии. Я хочу вас еще поблагодарить, всех вас, за то, что вы меня смотрите, за то, что... Пишите свои комментарии, я все читаю. Часто выходим в прямые эфиры, с вами общаемся. Мне приятно, меня это греет, хотя я нахожусь в большой депрессии, но... Все хорошо. Вот, собираю на ноутбук, там вдруг кто хочет мне помочь на ноутбук для монтажа, для новой шторки, для хорошего фона. Есть там ссылка на донаты, можете... Кто, кто желает помочь, можете помочь, да. Выпрашиваю деньги, понимаете? Ужас какой. Ладно. Ну что, слушаем немножко капельной версии Меловина песни Under the Letter. Я хочу, чтобы вы слышали этот прекрасный голос. Турцент. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и сейчас будет самое интересное. Сейчас мы услышим голос микрофона на выступлении Евровидения. Было сложно отделять, потому что, еще раз напомню, что на Евровидении специально постпродакшн делал так. Бэк-вокал и основной вокал. Как-то они перевели почти все в моно, только немножко в серию. Ну, кто не знает, кто не видел видео вообще, кому интересно, я там рассказываю, что такое секретный бэк-вокал и как влияет музыка на наше подсознание. Вот здесь появится ссылочка. Обязательно перейдите, посмотрите. Видео на самом деле очень интересное. Да. Переходите, смотрите. Вообще, заходите на канал. Пожалуйста. Ну что. Слушайте, смотрите видео. Оно будет немножко отрывками, потому что авторское право, это же такое святое на ютубе. Но, думаю, вам понравится. Слушайте. 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 Не забывайте подписываться на мой канал, а те, кто подписан, я благодарю вас за то, что вы меня смотрите, за то, что пишете, я уже часто вас так в комментариях узнаю, некоторых вообще знаю, узнаю, стараюсь отвечать, я, пишите мне, я знаю, вы хотите еще Миколаса Йозефа, Алексеева, и я сейчас... Чих-то... Господи... С вами был Ваня Рассел, у меня прозрачные очки, я вытянул, видите, стекла... Ютубер, блогер от бога, господи... Аааа, когда у меня эта шторка поменяется... Господи... Боже... Я... Ну я такой, какой я есть, но когда я это, бывает, пересматриваю, мне так стыдно, думаю, боже, зачем? Зачем? Чего это не вырезал при монтаже? Ну и ладно... Все, вам хорошего дня, настроения, с вами был Ваня Рассел, до скорых встреч, до новых видео, они часто выходят, короче, пока-пока, я очень сильно люблю... Улыбайтесь и слушайте много музыки. Кстати, у вас бывало такое, что когда вы слушаете музыку, вы прям переноситесь в какое-то время или в прошлое, или что-то вспоминаете, или когда вы едете там в транспорте, вы представляете, слушаете музыку в наушниках, вы представляете, что вы на сцене, я всегда так представляю.